Кадры решают все. И это не просто знаменитые слова, ставшие крылатой фразой, а, наверное, истина для любого руководителя, особенно если он возглавляет производственное предприятие, как, например, Лилия Корниенко, генеральный директор Волжского Пекаря. По ее инициативе и при поддержке правительства и Министерства образования Тверской области на базе комбината состоялся круглый стол об организации прохождения производственной практики студентами профессиональных образовательных учреждений Твери. В совещании посвящено улучшению вопросов практик, трудоустройства наших студентов. Очень приятно ответить, что комбинат очень хорошо относится к студентам на практике. Замечательно. Одно из немногих предприятий в Твери и в области, которое так любовно пестует свои будущие кадры. Перед началом совещания его участники прошли с экскурсией по цехам комбината. Некоторые из них уже не раз бывали на предприятии, а кто-то посетил впервые. Мощное производство. Чувствуется, что руководство прикладывает все силы, чтобы производство шло в ногу со временем. Они взаимодействуют с профессиональными образовательными организациями Тверской области. Важно, что работают со студентами и уже на уровне обучения студентов берут их на производственную практику и в конечном итоге предоставляют рабочие места для молодежи. Это очень важно. Вопросами производственной практики руководство Волжского Пекра занимается постоянно. Кроме того, Лилия Корниенко на протяжении многих лет продвигает предложения по увеличению сроков производственной практики до полугода. Справедливо считаю, что только таким образом можно подготовить настоящих специалистов, готовых к работе в реальном производстве. Вот столько документов я уже писала. Говорила больше, потом решила писать. Добралась из Министерства образования в Москву и оттуда есть ответ. Написала в губернатору и от губернатора есть ответ. Движение в решении вопроса по увеличению практических часов, несомненно, есть, но сделать предстоит еще многое. Итогом этой встречи стало решение о создании рабочей группы из представителей девяти учебных заведений и комбината с тем, чтобы действовать не разрозненно, а скоординированно. Ведь в получении зримых результатов в виде хорошо обученных, подготовленных к работе в производстве специалистов заинтересованы все. Продолжение следует...